Всем привет! Други подруги, сегодня поговорим, значит, как сделать ваш компьютер ракетой. Для этого вам понадобится SSD диск. Не просто, а SSD диск. И недорогой, кстати. Будущее твоего компьютера решается прямо сейчас. Готовим флешку для установки Windows на нее, как загрузочную флешечку. Я использую первую попавшуюся программу. Ну и думаю, она неплохая. USB Boot Installer 1 версия 9. Давненько я не устанавливал Windows, где-то с годик. Ну а так, раз 10-15 я устанавливал Windows. Так, давайте глянем, как музыка, значит, копируется. Они короткие, но их много. 17 гигабайт, где-то 8 минут. Скорость средняя составляет 40 мегабайт в секунду. Это у нас музыкальные файлы, так копируются. Так, останавливаем этот тест. Так, набросал всякие ерунды, но это не важно. Вот типо у нас такое смонтированное есть видео. И давайте посмотрим, какая будет скорость записи. 15-минутный ролик будет записываться в течение 8 минут. Итак, перезагрузил компьютер в биосе. Правда, прописал в ручном режиме, на всякий случай, тайминги. 6.6.18. Значит, включил все те же программы. Также браузер. И видим, что у нас изменилось. Значит, видим память 6 гигабайт. Вот утилитка показывает. И процент загруженности 60. По-моему, был где-то 80 до этого. Так. То есть, в этом плане лучше. И здесь смотрим. Файл подкачки вообще не используется. Загрузка на 37%. 60. Физическая память 6.100. 6 гигабайты 100. То есть, прирост объема у нас получился. Через эту утилитку я попробовал включить, прогнать, мэмори. Больше баллов я не получил. Так и осталось на этом же уровне. Итак, запомним. Есть, значит, проблемы. Вот я показываю. У меня, значит, есть 1 терабайт диск. Самсунговский. У него есть неисправные сектора. Съятие сектора выявил и закрыл у себя на жестком диске. В общем, этот диск можно использовать так для хранения. Но как системный нежелательно. Поэтому системный у меня будет сейчас SSD диск. Ну, а это для архивов диски. Так. Нахожу свою материнку. Давайте посмотрим. Данная плата поддерживает максимум, наверное, SATA 2. Так, теперь давайте замерим, сколько у нас секунд идет загрузка. Включаем таймер. Нажал. А что там, погромче сделай. Так, время составило 2 минуты 9 секунд. Откроем системный блок. Сразу скажу, отнеситесь к этому видео с пониманием. Такого плана видео я еще не снимал. Для меня это немножко сложно. Так. Давайте остановиться полностью процессор. Теперь я думаю, что не лишним будет сразу это дело все пропылесосить. Раз уж мы сюда полезли, чтобы пыли в грязи не ковыряться. Включаем пылесос. Теперь, значит, отключим жесткие диски. Снимем с них вот эти кабели. Так, чтобы нам не мешались, жесткие диски будем устанавливать на чистую систему. Никаких переносов. Что-то я этим переносам не доверяю. Все какие ошибки скопились и с Windows'ом они перенесутся. Лучше сделать чистую установку и потом аккуратно Windows'ом пользоваться. Беру свою флешечку. Уже я ее паял, ремонтировал. Восстанавливал ее. Ну, пока другую нету. Будем пользоваться ей. На ней стоит Windows' 10. Вставляем USB-борт. Сейчас берем жесткий диск. Жена. Подключили питание. Включаем и пробуем выйти в BIOS. Видим, у нас, значит, 240 определился. Жесткий диск. Так, приоритет трансет. Проходим, все это дело сохраняем. И делаем перезапуск. По идее, должна флешка подхватиться. Подхватилась. Предлагает Windows 32, 64. Давайте 64. Пошла установка. Так, функция слежения за пользователем. Я полностью при установке сразу отключил. И вам это рекомендую. Меньше знает, лучше спят. После этого надо будет установить все последние драйвера. Ну и будем уже в финальной части видео все тестировать. Смотреть, что у нас поменялось, что улучшилось. Напомню, для новых систем это не так актуально. Ну а для старых системников где-то взять процессор поновее поставить. Где-то карточку, память. Ну и конечно, чтобы жесткий диск этим параметрам новым все соответствовал. Все летало. В общем, будущее за такими дисками. Поэтому вот такая Windows получилась. Вот такая загрузилась в Windows. Да, не очень красочная. Вот такой голый Windows. Так, ну прикрутил я значит жесткий диск на свободное место. На двух винтах. Ну и довольно-таки он крепко тут держится. Даже на двух винтах. Так, вот включил и оставшиеся жесткие диски. Вот желтые кабели идут. Еще три жестких диска. Три винчестера. Так, Windows программ все установлено. Все в первоначальном виде. Сейчас давайте нажимаем. Давайте посмотрим, сколько времени уйдет. Отключение Windows. Сейчас нам будет пароль ввести. Так, Windows еще не загрузился. Это только начальный экран. Сейчас еще должно подгрузиться две программки. И мы остановим тест. Все. Как видим, ровно за минуту у нас Windows загрузилась. Довольно-таки неплохо. Так, ну и что, давайте тогда вернемся. Так, давайте посмотрим, сколько у нас времени займет запись. Видео. На жесткий диск. 15-минутный ролик. Также за 8 минут. Хотя ускоряется. Примерно минут за 6. Так, прежде чем приступить к синтетическому тесту, давайте проверим. Я попробую сюда записать. Значит, опять же, музыкальные файлы. Их много. И смотрим. Перекидываем с D-диска на C-диск. И видим скорость передачи в районе 90 мегабайт. Так, давайте пробьем по утилитам. Возьмем старый диск, допустим. Посмотрим. Так, ну видим, Samsung, значит, 83 мегабайт в секунду. Так, наш диск. Итак, мы видим 278-242 мегабайт в секунду. Прекрасный результат для SATA 2, на самом деле, это максимально, что может дать этот контролер. На SATA 3 все будут 500, 540. На сайте продавца, значит, в отзывах люди делали скриншоты. И на SATA 3 у них все нормально. Но это неинтересно. На новых компьютерах ставят жесткие диски. Интересно ставят на старых компьютерах. Тем самым разгоняем. И давайте еще вот здесь глянем, какая у нас получилась прибавка. Общая производительность у нас показывает 77 баллов. При этом я вам скажу, и процессор прибавил, и память прибавила. Общие баллы. Ну, графика осталась та же, на том же уровне. И жесткий диск стал 7,7. Ну, опять же, если у нас была бы материнка, которая поддерживает SATA 3, то у нас была бы оценка 8,5 по процессору. Всем доволен, спасибо за просмотр. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы или комментируйте увиденное. В отличие от тех, кому на обзор присылают, я не делаю рекламу. На канале вы найдете мои честные обзоры, тесты товара, купленные на свои кровные. Видео 2 раза в неделю. Увидимся. Хэй, подруга, нету времени объяснять. Живу, как хочу, ничего не буду менять. Заходи под вечер, чисто глянуть кинцо, как под венцом.